Представим, что вы состоятельный человек, и у вас есть возможность купить идеальный кирпич. На какие факторы вы будете обращать внимание, и какие для вас имеют по-настоящему значение? Рискну предположить, что это марочная прочность, морозостойкость, водопоглощение. Это при условии, что вы об этом знаете. А что, если я вам расскажу, что есть кирпич, который превосходит все эти характеристики, но еще и имеет историю, русскую историю, которая отображает определенный этап нашей страны на стыке эпох и носит название великих русских архитекторов-авангардистов. Мы находимся в Москве, в самом центре, объект бизнес-класса «Зелард». Поехали! Промышленная революция, протекавшая в 18-19 веках, позволила перейти человечеству от ручного труда к машинному и ускорила темпы развития экономик мира до фантастической скорости. Ранее об изменении в экономике можно было судить только спустя столетия. На арене начали появляться гигантские фабрики, промышленные районы и конгломераты производств, сосредоточенные в одном месте. Но время не стоит на месте. Меняются ресурсные приоритеты, меняется расстановка политических сил, меняются экономические течения. Приходит время меняться и самым крупным предприятиям. Результатом, как правило, становятся заброшенные, морально и технологически устаревшие промышленные районы, намертво врезанные в инфраструктуру городов, имеющие подвод всех коммуникаций, зачастую хорошо развитую транспортную сеть, а иногда и целые города. Как было, к примеру, с Детройтом, США. Из-за снижения объема правительственных военных заказов и отчасти топливо-энергетических кризисов 73-го и 79-х годов, крупные корпорации передислоцировали свои центры промышленного производства в Азиатско-Тихоокеанский регион. Город пришел в упадок, многие его заводы закрылись, население разъехалось. В свою очередь для Рено в послевоенное время потребовалось место для расширения. Во второй половине 20-го века на месте первого завода Рено в Париже образуется одно из главных мест для ведения бизнеса район Булон-Бианкур. Подобные решения переоборудовать либо преобразовать промышленные пустыри в центре притяжения бизнеса или культуры и населения возникают во многих городах. Газболдеры района Зиммеринг, Вена-Австрия стали частью проекта «Город в городе». Первый в Европе по величине проект редевелопмента «Лондон-Доклендс». Он находится к юго-востоку от центра Лондона. И второй по величине в Европе «Зилард». Проект, воздвигаемый на территории завода имени Лихачева. Выдающийся объект, а именно таким является комплекс «Зилард», не мог быть построен с применением типовых фасадных материалов. Поэтому специально для него был разработан уникальный по своим свойствам и характеристикам кирпич, в создании которого приняли участие лучшие архитекторы России. И именно о нем пойдет речь в этом выпуске. Здравствуйте, друзья! Наш гид сегодня Владимир. Владимир, расскажи, пожалуйста, кем ты являешься в группе компании ЛСР? Что мы будем сегодня здесь смотреть, для того, чтобы создать такой некий ажиотаж предварительный? Привет, Роман! Меня зовут Владимир Кохарь, руководитель группы продаж в московском регионе ЛСР «Сеновые материалы». Сегодня расскажу вам об истории создания кирпича под этот проект «ЖК «Зилард». Расскажу о том, как выбирался кирпич, как он делался на производстве и как, собственно, строился сам жилищный комплекс, какие были нюансы, какие были интересные истории, связанные с использованием кирпича в кладке и так далее. Я на самом деле здесь сам нахожусь сегодня первый раз, но очень много материала пересмотрел, перечитал. Я хочу сказать, что это огромная территория, по-моему, она занимает около 25 гектар. Это территория бывшего завода «Зилар». Сейчас это комплексная застройка с сооружением бизнес-класса, каждый из которых по-своему уникален. Площадь застройки изначально, которую группа ЛСР выиграла в 2014 году, это 65 гектар, 65. И здесь, на этом участке, планируется разместить жилищный комплекс, который будет состоять из семи очередей. Здесь планируется разместить объекты культуры, здесь будет московский эрмитаж, здесь будут музейные комплексы, здесь будут образовательные комплексы, здесь будет, уже есть огромный парк, Зилард парк, здесь также будут аллеи, бульвары и так далее. То есть сам объект, он находится на полуострове. Такая территория, откуда можно вообще не выходить. То есть да, это будет, по сути, город в городе, где ты можешь жить, и тебе нет необходимости выезжать куда-то. В первую очередь входят 7 плотов, то есть это 7 зданий разных. Каждое здание проектировал отдельный архитектор. В целом концепцию первой очереди спроектировало бюро Меганом Юрия Григоряна. То есть оно спроектировало дизайн-код. Дизайн-код это такие общие рамки для в целом ЖК. То есть не углубляясь в фасады, а общие рамки, чему должен соответствовать каждый лот. Такой некий как бы стандарт. Некий стандарт. И в дальнейшем уже отдельное архитектурное бюро, каждое, свой лот подстраивали под эти рамки. А мне вот интересно, а почему на каждый лот был выбран отдельный какой-то архитектор или отдельное архитектурное бюро? Вы хотели собрать такие некие сливки общества и дать им возможность посоревноваться между собой? Идея, наверное, была больше в том, чтобы показать, насколько можно сделать разную архитектуру в единой, можно сказать, стилистике. То есть бюро Меганом задало нам дизайн-код, а каждый архитектор уже со своими идеями, со своими решениями вписывался в этот дизайн-код. При этом у нас ЖК получился в единой стилистике, но при этом, если мы смотрим на каждый лот по отдельности, он представляет собой совершенно разную архитектурную композицию. Расскажи, пожалуйста, у какого здания мы стоим? Вот из того, что я видел в интернете, это здание меня, пожалуй, больше всего поразило. Я знаю, что здесь есть особенно технологии и монтажа, и укладки. Давайте посмотрим поближе. Это у нас пятый лот. Архитектор Цемайл Лишенко и партнеры, они спроектировали этот лот достаточно в интересной стилистике, и он отличается от всех остальных лотов. Суть его в том, что здесь использована не естественная кирпичная кладка, как на всех остальных лотах, а здесь использованы стекло-фибробетонные панели с интегрированным кирпичом. Потому что если внимательно посмотреть, то кирпич здесь не только горизонтально висит, но и вертикально. Сделать вертикальную кладку, как в естественном представлении кладки, это невозможно. Я смотрю, кирпичи еще с разным выступом все сделаны. От минимального, наверное, сантиметра до 10. Да, дополнительно здесь присутствует еще рустовая кладка, когда кирпич выдвигается за плоскость фасада. То есть в обычной кирпичной кладке это тоже сложно сделать. Поэтому здесь вопрос решался интеграцией кирпича в фиброцементные панели, и затем уже эти панели вешались на фасад. То есть здесь получается с завода, допустим, по определенно заданным чертежам кирпич поступал на ЖБИ производство, где он там запрессовывался, или это плитка была, или это настоящий кирпич? Нет, это настоящий кирпич. Мы производили кирпич в пустотелом варианте, то есть с пустотами, да, с отверстиями, и в полнотелом варианте. В полнотелом варианте кирпич необходим было именно для тех моментов, где кирпич выходит за плоскость фасада, чтобы не было видно отверстий, и фасад смотрелся красиво. То есть мы поставляли кирпич на производство стеклофибробетона, там рабочий раскладывал кирпичи в матрицу, и после этого все это заливалось. И вот приблизительно какого размера эти панели были? То есть это вот секция с окном, или как они делились? На самом деле размер панели, он достаточно разный, они не одинаковые, в зависимости от участков. Ну, наверное, от полутора метров на два с половиной до, наверное, где-то метр, может быть, на метр такие, то есть они достаточно небольшие. А монтировались они как? То есть там какие-то зацепы были? Там специальные закладные, да, то есть под, можно сказать, кожей этого фасада направляющие под системы, и уже на эти направляющие крепились сами фасады. Наверное, с окном уже сразу все приезжало, да? Нет, окно отдельно. Но это уже было. То есть выводились сначала окна, потом монтировалась система, и дальше уже вокруг окон навешивался фасад. Это единственный такой вот лот, который строился по такой технологии, или есть еще какие-то такие? Да, нет, это единственный лот, он состоит из трех корпусов, вот, и все они сделаны по такой системе. Пойдем посмотрим, дальше вот эти корпуса. Вот если посмотреть, вот в каждом окне есть такое маленькое стеклышко внизу, круглое, если обратите внимание. Это там не просто дизайн-задумка, да? Это решение вопроса противопожарных отсечек. То есть по нормативам расстояние между нижним окном этажа и верхним окном этажа должно быть не менее метр двадцать. Здесь, если мы посмотрим, расстояние от нижнего окна до верхнего, оно меньше. И для того, чтобы как раз соблюсти противопожарные требования, сделали вот это окошко противопожарное, которое увеличивает размер противопожарной отсечки. Я, честно говоря, такого решения раньше никогда не видел. Это, наверное, как пришлось разрабатывать и быть первопроходцем этой всей истории, да? Ну, архитекторы, да, тут достаточно хорошо потрудились, я бы сказал, действительно, интересное решение. Причем, вариант решения противопожарной вот этой отсечки метр двадцать в каждом блоке по-своему решается. Здесь это круглое противопожарное окно расставляется. Допустим, в блоке архитектурного бюро Спич, если мы посмотрим расстояние между окнами, тоже там где-то полметра, там это решается вопросом тоже противопожарных окон. Вот мы подошли, кстати, к другой секции. Здесь видно уже, конечно, другая конструкция обхода окон, которая такая многоярусная. Тоже очень интересно, тоже получается готовая панель, да, заводская? Да, готовая панель, и бонус, наверное, в том, что не видно стыков, то есть, как эти панели состыковывались. Видно, что это естественная, как будто кирпичная окладка. Расскажи, пожалуйста, как называется кирпич клинкерный, который применен на этих секциях, какой у него размер, ну, вообще, характеристики его, и история вообще создания именно вот этих цветов. Ну, вот, что касается этого лода, то здесь не только фасадное решение, отличается от остальных, но здесь и размер клинкера отличается от остальных. Он достаточно стандартный, это евроформат здесь использован размером 250 на 85 на 65, вот, в отличие от остальных лотов, где использован кирпич более мелкого формата, архитекторы выбрали для своего лота именно такой размер. Он, получается, также есть в щелевом и в полнотелом со всем исполнением, да? Да, да, соответственно, он полнотелый есть и пустотелый. Так-то обычно в прайсе полнотелого еврика, по-моему, не наблюдается, да? Не наблюдается, да, но это продукция внутреннего прайска. Вообще, вот эта продукция, которая здесь использована, да, мы ее сделали, начали производить в 2014 году, и она была только для внутреннего потребления данного объекта. И когда объект, можно сказать, закончил, закончилось строительство первой очереди, только тогда мы вывели во внутренний прайс вот эту всю продукцию. То есть, до определенного времени она была закрыта для свободной продажи. Начиная с 17-го года, наверное, начали. Слушай, а вот на этой секции прямо получается кирпич такой, глазурованный, Это что, у нас получается ангобированный? Расскажи, пожалуйста. Ангоб? Да, это лот номер 4 архитектурного бюро Мизон Проект. Вот они использовали у себя в фасадах два цвета кирпича, это темно-серый, по нашей номенклатуре он идет темно-серый, и черный глянцевый ангоб. Ангоб это специальная глиняная смесь, которая наносится на лицевую поверхность кирпича после того, как он высушивается, и запекается в печи, то есть верхняя часть кирпича, вот этот черный глянцевый ангоб с кирпичом это единое целое, он не отваливается, не уцветает, не выгорает. Размер этого кирпича? Размер здесь использован нестандартный, вообще вот на всех лотах, на первом, втором, третьем, четвертом, шестом, седьмом использован размер кирпича 0,54нф, то есть это 210 на 50 на высоту и толщиной 100. Идея вообще выбора такого кирпича и такого формата, и такого формата, да, то есть это было такое определенное требование архитектора, потому что когда возникла идея создания такого топового ЖК в Москве, да, архитекторы попросили, дали бы свои пожелания производителям кирпича, чтобы это был не стандартный формат, а более маленький, чтобы детальность фасада и сама пиксельность, модульной складки была высокая. Она была более интересная, более живая, то есть если бы мы использовали здесь кирпич стандартного формата, то это бы мало чем бы отличалось от других ЖК. Думаю, нужно, извиняюсь, нужно, думаю, дополнить, немножко пояснить. Пиксельность это имеется в виду, вот мы сейчас дальше пойдем, вы увидите, когда фасад начинает переходить из одного цвета в другой, очень плавно, и получается, чем меньше у нас формат, тем позволяет больше кладку сделать динамичнее и плавнее сделать переходы. Именно это называется пиксельной кладкой. И чем плавнее переход, вот я сейчас стою, вижу, тем на самом деле красивее смотрится. Ну вот по четвертому лоту, да, мы можем обратить внимание, что фасад тоже сделан с рустовой кладкой, то есть у нас часть кирпича выходит за фасад здания, тем самым создавая такой рельеф стены, то есть она не просто гладкая, а она имеет такой резной фасад, эффект резного фасада. Соответственно, она полнотелая, да? Да, соответственно, здесь использовался как пустотелый кирпич, так и полнотелый. И вариант надоконных перемычек, если мы посмотрим, тоже здесь сделан таким образом, что кирпич в кладке не меняет свое положение. Он как идет лошком наружу, точно так же он идет надоконной перемычке. Это, получается, достигалось как раз тоже заводским изготовлением? Полнотелого кирпича, да. Обычно вариант надоконных перемычек решается, когда тычком кирпич вешают. Здесь мы можем видеть, что кирпич система. Там, получается, тоже фиброцементные плиты или там скрытая система безкаркасных перемычек? Там скрытая система как раз безкаркасных перемычек, именно над окнами сделаны. Да, в принципе, интересное решение, учитывая, что кирпич полнотелый, соответственно, у нас нижняя часть не имеет технологических отверстий, и логично его было бы так продолжить. Потому что, если обычный кирпич положить, мы вчера на съемке были, там, получается, что торцы нужно либо штукатурить, либо еще что-то. Ну что, пойдем дальше? Да, ну либо, как обычно, делают в стандартных проектах, просто ржавую балку кидают, и сверху пладут кирпич. Да, 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 совершенно верно. Вот это, кстати, интересное решение, если мы посмотрим, козырек, я сам только не так давно это узнал. Видите, вырезана просто такая площадка. Изначально проект был дома, то есть он был полностью до верхнего этажа заполнен. Но когда сделали проект, посмотрели, что по инсоляции, то есть освещению вот тому дому, прям нижним не хватает этажей, да, не хватает освещения. С ума сойти. Пришлось просто вырезать. С ума сойти. Просто фантастика. Вот эта секция вообще просто фантастика какая-то. Но в России действительно это первый проект, когда кирпич у нас висит не только горизонтально, но вертикально и еще под 45 градусов наклонен. Здесь получается все те же самые коллекции кирпича, просто соответственно в другой раскладке с другим объемом. Именно так. И тоже все это получается каким-то панелями привозилось, собиралось. Ну, стыков вообще не видно, но выглядит это просто потрясно, конечно. Это лот номер 7 проектировал питерское архитектурное бюро Урбис Олега Харченко. Вот. Это такой лот с закрытым внутренним двором. Здесь, в принципе, все лоты с закрытыми внутренними дворами. Вот. И каждый фасад этого лота он совершенно разный. И напоминает такой голландский квартал. Мы сейчас обойдем по кругу еще посмотрим. Мало того, что разный цвет кирпича использован на каждом отдельном отсеке, но и разноэтажность, разное решение кровли. Если мы будем смотреть там с торца здания, то там сделаны такие треугольные выступы, похожи на замок вообще. Мне кажется, еще как бы окна немного повернут туда в сторону Москва-реки, да? То есть за счет вот этих вот объемов. Прикольно. А здесь что за кирпич у нас применялся? Это Зиларт коллекция? Да, это все коллекция Зиларт. Если мы возьмем вот эту секцию, то здесь два вида кирпича. Это красный и красный флешинг. Флешинг это специальный вид обжига кирпича, когда регулируется с подачей кислорода, и кирпич приобретает такой неравномерный окрас. Вот, что касается этой части, то здесь использовано два кирпича. То есть естественный цвет кирпича красный, мы видим, он в большинстве своем, да, здесь представлен. И он разбавлен кирпичом красным флешингом. основа одна и та же, а за счет флешинга цвет кирпича получается разный. Здесь одна еще из интересных историй, когда архитектор выбирали кирпич, они его долго рассматривали и говорили, что он очень гладкий, им хотелось больше фактуры, да, и в один момент, я не помню, кто из архитекторов, перевернул кирпич обратной стороной, увидел вот эти следы от ремней, то есть это по транспортной ленте что-то и издержки производства, да, обратная сторона кирпича, где он касается ремней, пачкается и так далее, и архитекторы в этом увидели свой такой прикол, да, плюс, и решили использовать часть кирпичей обратной стороной, вот, если мы посмотрим, то здесь есть маркировка производителя, да, и на фасаде как раз ЛСР именно выбито на кирпиче. Ох уж эти архитекторы. здесь, конечно, очень красиво окна, да, выделяются, прям объемно выдвигаются. Да, они причем в разном, ну, по-разному выдвигаются, где-то больше, где-то меньше. А это у нас как, что за секция, кто проектировал? А эта секция, это лот номер шесть, да, это архитектурное бюро спич, Сергея Чобина проектировало. Лот также сделан закрытым квадратом, каждая часть здания сделана из такой пиксельной кладки, если мы посмотрим, то такая длинная растяжка из светлых, светло-серых оттенков кирпича, которые уходят в темно-терракотовый. Скажи, вот насколько сложно соответствовать строителям вот делать вот эту пиксельную кладку, потому что, ну, одно дело, когда вот люди покупают там баварскую кладку, она в поддоне уже замешана, ну, там по диагонали разобрал и клади, а вот для того, чтобы сделать именно такое приятное сочетание, мне кажется, это же очень сложная работа, нет? Это действительно на масштабе таких огромных фасадов это действительно сложно, но здесь архитекторы просто рисовали голористические карты для рабочих и рабочих по голористической карте. каждую секцию. Прямо пастучно рисовали? Вы бы считали, где какой кирпич должен быть? Да, условно брался квадратный метр и в этот квадратном метре забивался, что 90% должно быть на этом участке светлого кирпича, там 10% серого. Второй участок шел, там 85% белого и 15% серого. И благодаря вот такой раскладке, то есть растяжка фасада получилась достаточно динамичная, без преобладания каких-то пятен светлых или темных. Расскажи, пожалуйста, о характеристиках вообще кирпича клинкерного и конкретно коллекции Zillard. Что за глина? Откуда возили? Сколько по времени разрабатывали? Как вообще подошли вот к выбору этих оттенков? То есть, что послужило именно к тем, вернее, что подтолкнуло именно к вот такому конечному варианту? Ну, здесь обязательное требование было, чтобы это был клинкерный кирпич. Делайте в Питере, я так понимаю. Да, производили мы все в Питере. Это 90% наших собственных глин с наших карьеров. Это кембрийские глины, которые обладают свойством при высокотемпературном обжиге превращаться в клинкерный кирпич. Для клинкерного кирпича что самое главное? Это марка прочности, это водопоглощение, это кислотостойкость и морозостойкость. Четыре показателя. Вот. Кембрийская глина, благодаря высокотемпературному обжигу, приобретает все эти показатели. Сейчас есть все больше и больше, скажем так, появляются производители, которые позиционируют кирпич как клинкерный. Она там марка прочности 300, замечательная, морозостойкость 100, замечательная, а водопоглощение там пишут 6%. Условно говоря, это уже не клинкер. Скажи, водопоглощение у этого кирпича какое? Фактическое водопоглощение ну вот если мы берем именно белый светлый кирпич, у него порядка трех с половиной процентов. Вот. Если мы берем коричневые оттенки или красные, то там и того меньше, там до двух с половиной, до двух где-то процентов. У меня следующий вопрос. Мы все знаем, что клинкер высокопрочный материал. Какое здесь основное заполнение у стен? То есть, что здесь газосиликат, керамический блок? Основное заполнение, здесь конструктив следующий. это монолит, газобетон, утеплитель, вентфасад, то есть, подсистема для кирпичной кладки. Это все на вентсистеме уложено? вентсистема под кирпичную кладку. Я просто к чему? К тому, что мы ходим, я нигде не увидел продухов для вентиляции кладки. А они есть. Они есть, а их не видно. Клинкерный кирпич по своей структуре, как нам уже сказали, он как бы приобретает эффект остекленения. Соответственно, мы понимаем, что стекло у нас не пропускает пар, воду, воздух, и для этого нужно обеспечивать, естественно, вентиляцию внутри, чтобы влага и водяной пар изнутри, наружу при движении выводились, и происходил вот этот вот процесс выветривания лишней влаги. Соответственно, в клинкере всегда необходимо делать вот специальный комплекс мероприятий, чтобы это предусмотреть. Еще один огромный плюс клинкерного кирпича это возможность обустройства кладки непосредственно от цоколя вашего дома. То есть у нас по строительным правилам запрещено использование щелевого кирпича в агрессивной среде. Это забор, это цокольная часть, клинкерный кирпич у нас допускается в использовании. Соответственно, прекрасный материал, который подходит для вашего, для сооружения вашего забора, для обустройства цокольной части. Если у вас даже дом дальше не из клинкерного кирпича, а то цокольная часть спокойно может быть из этого выполнена. Ну что, пойдем дальше посмотрим. Пойдем дальше. Очень много интересного на самом деле, так что не отключайтесь. Прямо и направо. История создания кирпича. Во-первых, архитекторы потребовали, чтобы размер кирпича, формат кирпича был более маленький, нежели 1НФ. чтобы у них был достаточно большой, широкий спектр цветов, из которого они могли бы выбрать для себя подходящий цвет. Всего для первой очереди было произведено порядка 20, наверное, где-то 25 цветов клинкерного кирпича. И эти кирпичи были предоставлены архитекторам для выбора, для возможности поиграть этими цветами. Так какого времени это все происходило? То есть во время проектирования сколько вообще длилось проектирование? Сколько по времени вот этих вы же не можете допустим взять чуть-чуть кирпича произвести? Вы запускаете линию, это делаете, принесли, им не понравилось опять переделать? Это же вообще очень сложный процесс. Ну вообще сложный, да. На производство этого кирпича ушло около 4 месяцев, чтобы собрать все эти 20-25 цветов. Мы соответственно предоставили, сделали выкладки здесь, когда еще здесь ничего не было, была старая пожарная часть, около этой пожарной части сделали выкладки, пригласили архитекторов, и архитекторы уже начали выбирать для себя кирпичи и менять менять их местами, играть складкой, лицевая сторона, не лицевая и так далее. И благодаря вот, скажем так, после этой встречи мы утвердили из 25 оттенков, утвердили 11 основных, из которых уже каждый строился. Скажи, а вот это ангоп, это же не в России производится, наверняка закупается где-то в Европе? Ангоп, я вот наверное не отвечу, что касается этого Ангопа, это Ангоп, да, действительно европейский, но по-моему на сегодня у нас уже есть отечественные поставщики Ангопа. Понятно, а фильер получается специально разрабатывался тоже где-то фильер, да, закупали, у нас на заводе по клинкеру стоит немецкое оборудование, вот мы соответственно у немцев под эту линию специально закупали форму оснацку. Вот мы подошли вообще к прекрасной секции, которая из одного цвета переходит в другой, как раз вот видно все преимущества мелкоформатного кирпича, который дает вот такой вот ну вообще невообразимую возможность перехода по цвету. здесь у нас получается везде красный флешинг с коричневым, да, два цвета основных? Нет, здесь только красный флешинг, то есть флешинг он может иметь как коричневый цвет на своей лицевой поверхности, да, это, как правило, получаются кирпичи, которые на самой верхней части вагонетки находятся, которые ни с чем не соприкасаются и у них получается сплошной флешинг, кирпич просто полностью меняет цвет, вот, те кирпичи, которые находятся в середине вагонетки или внизу вагонетки, то они, соответственно, получают такой вот неравномерный окрас, он может быть чуть краснее, он может быть чуть коричневее, но в этом и бонус кирпича с флешингом, что, в принципе, каждый покупатель, покупая эту продукцию, он строит себе свой индивидуальный дом, у него дом никогда не будет похож на соседа. Сто процент, потому что как-то запрограммируешь вот этот процесс горения и обжига, редукции внутри. Это первый вариант, а второй вариант кладки, то есть, а как еще и кладку каменщик сделает. Друзья, обратите, пожалуйста, внимание, баварская кладка уложена и нигде не наблюдается белых контрастных швов, где темный кирпич ангабированный, то же самое, везде подбирается цвет раствора приблизительно, чтобы он сочетался с цветом кирпича, для того, чтобы дать фасаду возможность раскрыться и вот показать вот эту вот динамику перехода от красного к коричневому, от светло-красного к темно-красному и так далее. Я думаю, что в вечном споре быть или не быть контрастному шву стоит все-таки прислушиваться и присматриваться к объектам, которым приложили руку действительно маэстро в мире архитектуры, а тех, которые мы сегодня здесь слышим и видим их работу, потому что на самом деле эти компании строят одни из самых значимых объектов не только в нашей стране, но и в других. Поэтому вот обращайте, пожалуйста, внимание на детали. Могу сказать, что вот этот кирпич одинаковый, но мы стоим немножко под разным углом. Этот кирпич весь переливается, блестит, а здесь создается эффект матовости, но стоит нам только перейти чуть подальше и картина абсолютно изменится. Представляете, от каких, от разных факторов может влиять вот это визуальное восприятие экстерьерное, то на самом деле только кирпич может это передать и создать такие эффекты. Наверное, больше ни один другой материал не умеет. Субтитры создавал DimaTorzok у нас современная архитектура вся свелась к тому, что архитекторы пытаются угнаться за рынком и подстраиваться под заказчиком. Они слушают то, что им говорят и они просто выполняют функцию нанесения услышанного на лист, то есть переносят. То есть по факту я уже давным-давно среди такой бытовой архитектуры, конечно, мы не будем сейчас говорить про уважаемых архитекторов, а вот я имею в виду на бытовом уровне чтобы архитектор спорил с заказчиком, говорил, так нельзя, все равно все стараются угодить. Ну, я думаю, составляющего это должна быть, но, допустим, вот здесь на Зиларте дали наотку под архитектором и сказали творите, да? Именно, может, благодаря этому получилось, что у каждого на самом деле именно получилось вот такое качество, но это же вообще просто бомба. вот люди я сюда возил очень многих, ну, я сюда всех московских архитекторов отвез, и по этому лоту все люди делятся на две категории, кто-то говорит, что это типа это огонь, это вообще самый топовый лот из всех, а кто-то говорит типа да как это можно сделать, мне из всех вот нравится больше всех, он прям он мощный, я бы здесь с удовольствием бы жил, ну, во-первых, мне нравится черный вот этот цвет дома, он кирпича. Такая игра фактур, и на самом деле вот нет большого количества цветов, потому что на самом деле применение на фасаде, когда много цветов, это большой риск. Здесь, сколько здесь, два, наверное, да, цвета? Два цвета, черный и серый. Во-первых, черный и серый это вообще классическое сочетание беспроигрышное, а вот отыгранное объемом, это, конечно, дает свое дело. Мне тоже, на самом деле, очень нравится. Другие лоты, они все поражают вот воображение, как вообще возможно сочетать и укладывать кирпичи под таким уровнем, ну, с такими, как это правильно сказать, с выделением объема с разной выдвижкой. А этот лот, он, ну, действительно классический, выдержанный и очень качественно сделанный. То есть, на самом деле, ничего лишнего. Да, мне кажется, в принципе, архитектура с кирпичом достаточно такая тонкая грань, которую нужно не перейти, да, и даже вот на лоте у спичей у них там семь цветов, но они поймали вот это равновесие между количеством оттенков и возможностью его растяжки. то есть, здесь нужно уметь это сделать, можно сделать из двух цветов бомбический, а можно сделать из семи цветов бомбический. Точно так же можно и наоборот, можно двумя цветами накосячить, сочетать несочетаемые. Знаешь, почему на самом деле все это оказывает на нас влияние? Потому что мы понимаем, что это кирпич. Я живу в Рязани, и должно быть стыдно многим архитекторам, которые там живут и проектируют. Знаешь, за что доходит? То есть, делается фасад, на фасаде расклеивается скотч и начинают просто прокрашивать квадратики, треугольники, прямоугольники, что угодно. Ну, смотришь на такой фасад, ну, цыганщина, а здесь смотришь на фасад, понимаешь, во-первых, что это качественно, потому что это кирпич. Во-вторых, насколько это было сложно сделать, и это действительно внутри даже так немного начинает волновать. И, соответственно, ты представляешь, фасад из пенопласта, приклеенный сверху пенопласта, раскрашенный в два цвета. Ну, что, это было бы красиво. Мне кажется, вообще полная ерунда. Комплекс находится в пяти километрах от Кремля, то есть, по сути, тут до центра рукой подать. Он находится на обособленном полуострове, город в городе, в котором можно жить, существовать, не выезжать, даже отсюда. Суть по территории, да, тут как бы здесь можно и погулять, и магазины, и все есть. Я говорю, меня, конечно, как человек, который извращен вот этой кирпичной архитектурой, мне было очень приятно здесь оказаться, все это увидеть своими глазами, и я надеюсь, что видео передаст хотя бы приближенно вот эти вот мои эмоции, ощущения этого всего. На самом деле, я еще раз убеждаюсь, то, что, конечно, композитные фасады, это все хорошо, там, ну, они могут быть разные, вот, но все-таки кирпичная архитектура недаром она признана во всем мире и считается топовой. Ну, а кирпич Зилард и эти коллекции, они, конечно, по-любому дают основу для выбора, потому что, когда мы выбираем кирпич, ну, на чем мы основываемся? Марка, морозостойкость, ну, хорошо, все это мы выбрали, на столе у нас лежат 10 кирпичей с одинаковыми характеристиками, а что делать дальше? А вот как раз в этом случае мы получаем кирпич с русской историей, который был задуман основываясь на русских архитекторов, вот на этот определенный, может быть, и непростой период становления нашей страны. И самое главное, то, что, друзья, то, что я вам хочу сказать, что этот кирпич заканчивается, и то, что он был произведен в том объеме, его уже дальше, уже именно в этих цветах не будет. каким он будет дальше, мы не знаем, но у вас есть возможность все-таки прикоснуться к чему-то такому по-настоящему русскому, именно в плане выбора клинкерного кирпича. У нас осталась еще одна секция, мы сейчас ее посмотрим, и в конце будет маленький бонус, не переключайтесь. Это третий лот, архитектурное бюро Евгения Герасимова и партнеры. Евгений Герасимов сделал лот достаточно в таком сдержанном стиле. Он за счет геометрических смещений разных цветов отыгран везде и тень, полутень. Во-первых, он сыграл геометрии, во-вторых, фишка этого лота в том, что у него во дворе таунхаус пятисекционный, то есть вот это здание, да, это таунхаус, который для пяти жителей предусмотрен. Вот. С обратной стороны у каждого лота есть полисадник, то есть там можно огурчики сажать, помидорчики. Боже, нас сейчас смотрят люди со всей страны, и что уж со всей страны, я здесь нахожусь и думаю, господи, неужели такое возможно? Наверное, кроме Москвы нигде невозможно. Уважаемые архитекторы, строители, смотрите, вдохновляйтесь не только кирпичом, но и вот этими самими решениями внутренне планировочными. Это настолько круто, да? То есть вот эта вот внутренняя организация пространства, да, она, конечно, дает свое дело. Расскажи, какие здесь кирпичи у нас были применены? Это тоже все коллекция Зиларта? Да, тоже Зиларта, но здесь стандартные оттенки. Это красный, это коричь, серый и темно-серый кирпич. Белый еще, наверное, да? Нет? Нет, это светло-серый. Светло-серый, серый и красный. То есть вот благодаря игре вот этих сочетаний трех цветов и комбинации этих архитектурных сопоставлений. такие сдвижки получаются. Даже очень сложно уловить вот симметрию фасада за счет вот этих вот сдвижек. И только, ну, когда присматриваешься, интересный очень эффект получается. То есть даже тремя оттенками можно достичь, как мы говорили, в эту качественную красивую архитектуру. Согласен. Я, конечно, под большим впечатлением нахожусь. Все внутренние дворы, да, еще стоит отметить, что все внутренние дворы, они сделаны из клинкерного кирпича, из тротуарного. То есть мало того, что здесь фасады из клинкера, у нас мощение выполнено также из клинкерной брусчатки, также нашего производства. здесь вот эти все дома получается буквально тут из Кремля видно, да? Ну, да, изначально, когда территория была взята под застройку, основные там лозунги были, что это 5 километров до Кремля, 65 гектар, и реки, парки внутри этого самого ЖК. Ну, то есть, по сути, это центр Москвы, вот. Не, я просто почему спрашиваю, потому что все-таки приближенность к такому объекту номер один в стране, она очень сильно обязывает, да, она обязывает не только в плане архитектуры, но вот именно и в плане подбора самого материала. Поэтому, друзья, можно с уверенностью сказать, что это клинкерный кирпич Зиларт, это материал, который был признан всеми архитекторами, профессиональным сообществам, как подходящий для подобного, ну, для подобного строительства. То есть, кремлевская проверка пройдена. Так, у нас осталась последняя секция, мне она тоже очень сильно нравится за счет того, что идет переход градиента методом пиксельной кладки от светло-серого практически совсем темный. Расскажи, пожалуйста. Это первый лот архитектурное бюро Сергея Скуратова. Сергей Скуратов спроектировал первый лот, это вот этот дом, и второй лот, это очередь домов позади меня. Ну, узнаваемая такая же приблизительная история. Сергей Скуратов тут стоит отдать должность, что он мастер, в принципе, кирпичной архитектуры. Все его фасады, которые он проектировал из кирпича, ну, это просто что-то невообразимое. И на первом, втором лоте на Зиле, да, здесь просто получился топ. Ну, во-первых, здесь сочетание семи кирпичей, растянутых по всей площади фасада от темного цвета к светлому. Здесь получается у нас черно-глянцевый, черно-матовый, черный, с частичным ангобированием, где ангоб только наносит на половину кирпича. Здесь серый, светло-серый, белый клинкерный кирпич, вот, и часть фасада выполнена из картена, это ржавая сталь. Вообще, идея, как я читал, как сам Скуратов писал, идея самого лота это летящая комета, то есть, вот она летит... Похоже, да, то есть она летит, и она получается нагревать... Вначале она имеет более светлый цвет, а к концу она начинает видеться из-за кипломени, да, вот эта вставка оранжевого картена, и кирпич переходит из светлого, да, уже более обугленный, черный такой цвет. Соответственно, у комета, да, у нее уже начало всегда светлое получается, и дальше вот эти искры получаются, и здесь у нее... Если мы посмотрим сверху еще на это здание, то оно с левой части имеет полукруг, а с этой стороны это именно как хвост такой, то есть оно в виде капли такой действительно летящей кометы. Да, я бы с удовольствием с этим архитектором познакомился и пообщался вообще об истории создания, я думаю, что это всем, наверное, было бы интересно очень. Ну, он мастер, своего дела, и фасадные получились совершенно бомбическими. Друзья, ну что сказать, я, например, нахожусь под очень большим впечатлением, цель нашего сегодня здесь визита, это познакомиться именно с продукцией ZILART и с тем, как она применена, потому что процесс выбора кирпича, это же не только сопоставление характеристик, импортного кирпича много, российского кирпича много, но обычно происходит так, что сначала выпускается продукция, а потом придумывается к ней название. Здесь, как вы поняли, ситуация обратная. Сначала была идея, стояло задание, и она воплотилась именно в этой продукции. И вы знаете, у меня для вас есть хорошая новость. Группа компании ЛСР сегодняшнего дня объявляет акцию на остатки, невозобновляемые остатки продукции с этого жилого комплекса. Цены начинаются от 20 рублей, но цены, соответственно, в Санкт-Петербурге, до вас нужно считать доставку. Вы можете написать по вопросам приобретения мне или любому дилеру группы компании ЛСР, которые вы можете найти у них на сайте. Ну а для моих подписчиков будет дополнительный бонус. Я надеюсь, это видео заслужило лайк. Пишите в комментариях, что вы об этом думаете. Ну а я пойду дальше. Пока. Пока. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...